приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в казахстане люди все больше больше интересуется именно тема инвестиций куда вложить свои деньги и чаще всего приходя на фондовый рынок люди упускают очень одну важную такую такой момент что они вкладывают все свободные средства которые имеют на фондовый рынок надежда на то что они заработают очень быстро и очень много на самом деле на фондовом рынке не не работает именно так то есть здесь заработать можно но обычно это идет касательно долгосрочной перспективы поэтому вкладывать туда деньги нужно только свои свободные и самое что важно и нужно иметь запас денег на случай непредвиденных обстоятельств именно сегодня мы об этом с вами поговорим ведь в любой момент может наступить какой-то кризис может случиться что-то в жизни вы можете потерять работу и так далее то есть остаться без источника дохода именно для таких целей вам и нужно иметь финансовую подушку безопасности сегодня попробую разобрать как научиться откладывать часть своих средств для того чтобы сформировать эту подушку безопасности также поговорим о том где лучше хранить ее то есть каких инструментах используя чтобы максимально так сказать оптимизировать эту подушку безопасности вот об этом мы сегодня с вами и разберем но если данный формат и тема вам интересно можете уделить всего 5 секунд для то чтобы подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео и так наличие собственного денежного резервного фонда или так называемые подушки безопасности является отличительной характеристикой финансово грамотного человека вот в любой ситуации человеку приходится хочется чувствовать себя в безопасности и финансы не являются исключением именно такое чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне создает наличие финансовой подушки безопасности под этой подушкой понимается накопленный объем сбережений с помощью которого можно прожить случае возникновения временных денежных проблем а почему так важно ее наличие основной причиной создания финансовой подушки безопасности это может быть непредвиденная потеря основного дохода очень много людей живут по принципу от зарплаты до зарплаты не имея привычки откладывать при этом именно откладывать часть денег своих на запас очень важно какие действия предпримет человек не имеющий никаких сбережений в случае задержки заработной платы или того хуже сокращения такой риск есть всегда особенно в нынешнее время экономической нестабильности странах и даже квалифицированному работнику понадобится некоторое время для поиска работы соответствующим размером зарплаты в этот затруднительный период затраты никуда не исчезнут а если у вас есть семья то ситуация становится еще хуже данном случае человек бросается в крайности то есть берет кредиты банки под неразумные условия так как мало вероятно что банк одобрит кредит на приемлемых условиях при отсутствии стабильного дохода либо берет микро за микрофинансовых организаций под большие проценты и впоследствии попадает долговую яму из которой частенько приходится выбираться годами и наличие же денежного резервного запаса человеку легче пережить временные финансовые трудности имея неприкосновенный денежный запас вы даже психологически будете чувствовать себя более уверенными и защищенными вас не застанет врасплох неожиданная потеря основного дохода тогда как вы будете знать что сможете прожить некоторое время не понижая существенное качество жизни даже если опустить ситуацию с возможной потерей заработка вам любой момент может понадобиться крупная сумма денег например на дорогостоящее лечение переезд и тому подобные ситуации имея же финансовую подушку безопасности вы сможете пережить непростой период вашей жизни и самостоятельно решить свои проблемы как создать финансовую подушку в первую очередь вам нужно будет произвести расчет ваших доходов и расходов вы должны приблизительно определить сумму которая позволит вам жить месяц без проблем в этот расчет нужно необходимо также включить затраты на машину одежду развлечения питания коммунальные услуги то есть все ваши расходы которые вы несете сейчас следующим шагом будет выбор периода на который следует создать подушку безопасности как правило оптимальным периодом считается срок от 3 до 6 месяцев но обычно в идеале лучше всего иметь подушку на целый год тогда у вас будет достаточно времени чтобы решить все свои проблемы а расчет нужно производить именно так то есть вы посчитали примерно сколько вы тратите в месяц вот эту сумму просто умножаете на тот срок на который вы хотите создать подушку то есть например вы тратите 200 тысяч тенге в месяц умножаете на три месяца это 600 тысяч на 6 месяцев миллион двести ну и разумеется 2 и 4 миллиона тенге нужно иметь если вы хотите создать подушку на год обычно этот срок достаточно чтобы восстановить свое финансовое положение снова начать получать стабильный заработок то есть найти новую работу подработку еще и ну и так далее то есть восстановить свои так сказать финансовые потоки а создавать подушку необходимо из своих сбережений а переводить не менее 10 процентов обычно лучше конечно же больше но лучше начать хотя бы с 10 процентов а цель зарплаты и других доходов которые вы получаете данная цифра по мнению экспертов считается оптимальной для большинства людей если поддерживать указанную сумму тяжело вам стоит проанализировать свои расходы комплексно подойти к своим финансам и постараться отказаться от ненужных расходов для того чтобы вкладывать больший процент свой резерв помните что чем больше процентов вы вкладываете тем быстрее вы добьетесь своей цели обычно когда люди начинают формировать вот этот в подушку то есть откладывают эти 10 процентов на люди переходят такой можно сказать азарт и тогда они понимают как можно оптимизировать свои расходы для того чтобы и больше откладывать то есть уже не 10 там на 15 процентов 20 процентов здесь тоже нужно найти такой баланс не стоит так сказать впадать в эту бескрайность да и там пол зарплаты уже начинать откладывать конечно же нужно продолжать жить той же жизнью и даже вот эти 10 процентов которые вы будете откладывать они реально не скажутся на ваших текущих расходах то есть в принципе даже поймете что на самом деле эти 10 процентов для вас сейчас которые вы потратите они не создадут никаких проблем и поэтому таким образом вы будете создавать свою финансовую подушку безопасности это займет конечно же не один месяц не полгода не даже может быть не год все зависит от размера вашей финансовой подушки теперь поговорим о том где хранить эту подушку обычно лучшим местом размещения ваших денег будет банковский вклад или депозит депозит должен быть бессрочным с возможностью пополнения и снятия денежных средств любое время то есть он должен быть мобильным при любой момент можете перевести на карту нужную сумму и в то же время не потеряете процент по вашему вкладу соответственно также вы можете и пополнять свой депозит в любой момент именно такой нужно выбирать для того чтобы была возможность и снять и пополнить потому что случае под вы потратили вам нужно будет ее пополнить пополнять депозит необходимого регулярно перечисляйте деньги на банковский флат под проценты и не трать их на иные цели отличным вариантом будет даже установить автоматическое перечисление необходимость суммы с вашей зарплатной карточки на депозит нужно запомнить такое правило сначала заплати себе почему это важное правило получили зарплату 200 тысяч 20000 первым делом отложили на финансовую подушку безопасности оставшиеся 180 тысяч распределяете между всеми остальными вашими расходами только при таком подходе вы сможете действительно создать себе финансовый резерв а вклад лучше открывать не на долгий срок ну в принципе как это не долгий срок то есть такой депозит который будет подходить под ваши нужны как я говорил для того чтобы снимать и пополнять а можно было в любое время не теряя при этом вознаграждение а также нужно найти такую золотую середину по срокам и процентной ставки есть конечно же депозиты которые выложите на год например да туда деньги но вы не можете снять а или пополнить там ставка разумеется выше если депозит срочный потом можно пополнять снимать но процент разумеется будет где-то в районе 9 10 процентов а нужно открывать именно подушку безопасности в той валюте которая вам понадобится то есть у нас в данном случае мы конечно же используем ее в тенге до чтобы снять и не нужно было конвертировать валюту идти в обменник так далее это лишние траты это лишние комиссии и так далее будут причем что по валютным вкладам обычно у нас ставки очень низкие около одного процента что принципе даже не покрывает инфляцию доллара конечно можно рассчитывать на то что будет девальвация тенге и тогда вы заработаете на этом но тем не менее я например использую для того чтобы держать подушку безопасности именно в тенге чтобы любой момент я мог ей воспользоваться также нужно запомнить три главных правилок финансовой подушки безопасности первое это неприкасаемость то есть вы должны контролировать себя чтобы не потратить на какую-то ерунду 2 это быстрое получение денег о чем я говорю то есть в принципе многие банки используют приложение то есть вы можете привязать карту и как на эту карту переводить просто средства в любой момент и и третье это защита от инфляции то есть ваши деньги не должны просто так лежать у вас дома под матрасом поэтому не рекомендуется хранить деньги дома в наличности потому что у вас во первых будет соблазнных потратить а также они будут постепенно терять свою покупательскую способность инфляция будет их съедать депозит так или иначе будет примерно покрывать хотя бы уровень инфляции и напоследок не откладывайте это дело на потом нужно начать создавать финансовую подушку безопасности уже сейчас то есть ближайшие зарплаты начните уже откладывать 10 процентов конечно сначала придется заставить себя экономить деньги чтобы не покупать ненужные такие вещи да то есть импульсные покупки делать будет сложно но принципе необходимо осознать что это нужно для благосостояния вашей семьи скоро вы выработаете себе очень полезную привычку жить станет проще дышаться будет свободнее и увереннее вы будете уверены завтрашнем дне потому что у вас будет необходимый запас денег для того чтобы решить все свои проблемы но если видео было вам интересным и полезным можете поставить лайк подписаться на канал и пишите комментарии но как использует свою финансовую подушку где хранить в каком лучше инструменте хранить и как вам живется имея запас наличных денег так сказать на своем счету я желаю всем удачи помните что дорогу осилит идущий